Представься, пожалуйста, какой фотообивной. Фома. Ну, люди говорят, что за шеврончик дают звание, медаль за убитого из нас. Они делают фотоотчет, получается, если там, ну, вот, не дай бог, убили кого-то из нас, да, с этим шевроном. Требуют, чтобы тело, или они сами, может, пытаются будут вылезти, забрать. Срезают шеврон, фотоотчет, и, как люди говорят, насколько это правда, не знаю, ну, 60 тысяч гривен, звание и медаль. Вы говорили, до этого было 20. До этого 20. Значит, отличились чем-то? Ну, не любят они нас, ну, что еще могу сказать? Не хотят они мира. Уже бы давно бы развернулись, но пошли бы навелив себя порядок в Киеве. Это было бы намного разумнее, чем пытаться здесь людей уничтожать, детей. Я видел лично своими глазами, на глазах разорвался ребенок. Давно это было? В январе 15-го года у меня во двор прилетело. Мой товарищ погиб, мирный житель. Он ни разу не брал этот автомат в руки. Ему руку оторвало. А ребенок, девочка 13-ти лет, пополам разорвало ее. И ее собирал руками. Ну, как прятали. Много таких случаев. Вы именно после этого решили взять автомат? Или уже воевали до этого? Нет, я был сначала активистом. Помогал. А потом, да, ну сколько, после того, я с 15-го, сколько всего было у нас в городе. Трупы лежали на каждом же повороте. В автобусе ехали. Смотришь, что так по городу. Тут обстрел ведут с украинской стороны по наопозициям. Артобстрелами. И лежат трупы. Где-то у кого-то нога, рука. Голова, полголовы на остановке. Женщина стояла, снесло. С города в центр города. Прилетела болваночка. Женщина стояла на остановке, беременная. Снесло полголовы. О чем вы говорите? Как можно на это все смотреть? Ну, если есть нормальные люди в мире, да? Я думаю, что каждый мужчина, защитник своего отечества, не должен сидеть спокойно смотреть на это. Когда убивают твой народ. Мы никому ничего плохого не сделали. Мы не собирались воевать. Они пришли к нам сначала с этими автоматами. Появились у нас автоматы. Никто же не хотел этой войны. Они же сами развязали. Они же начали со славянского. С моего любимого Карачума, где я учился в техникуме. Ну и вот пришли они вот сюда уже недалеко. К сожалению. Хотелось бы, чтобы они услышали и поняли. Поняли людей, услышали. Просто слова. Уходите. Мы здесь родились, жили. Работали. Не лезли в Киев, когда вы там творили перевороты эти. А с нас, с обычных работяг, снимали по 200 гривен зарплаты. На восстановление Киева. А мы работали. А вы там шины полили, разбирали, да, там, дороги. Кидали, закидывали, беркут, уничтожали. Ребят, которые просто стояли на обороне. Им руки не развязали просто вовремя, чтобы вот это все прекратить. А ребята погибли. Редактор субтитров А.Семкин